Далее новости спорта Вбрасывание открыл счет, а затем Брэндон Баченский удвоил преимущество Бориса Однако удерживать выигрышное положение наша команда смогла лишь несколько минут Хозяевам не только удалось сравнять счет, но и выйти вперед 4-2 Позже, благодаря дублю форварда Бориса Вадима Краснослободцева, встреча могла закончиться в ничью Но за три минуты до финальной сирены форвард Торпеда Руслан Зайнулин забросил победную для хозяев шайбу В итоге, обидный проигрыш Бориса 5-4 Я скажу, обидно проигрывать игру, когда выигрываешь 2-0 В принципе, играли мы хорошо И я ребятам сказал, как играет противник, что нельзя упустить ни в коем случае контратаку Хорошая контратака и результативная, как правило, контратака Но, к сожалению, говорить одно, делать это совсем другое Следующий матч наша команда проведет восстание 13 октября против московского Спартака Звезды NBA гастролируют по Азии На днях игроки баскетбольных клубов Miami Heat и Los Angeles Clippers прибыли в Китай Где примут участие в коммерческом турнире NBA China Games Команды сыграют между собой дважды Сегодня в Пекине, в воскресенье в Шанхай Клубы провели открытые тренировки, на которых могли присутствовать все желающие Во время перерывов для фанатов были организованы автограф-шоу А для местных журналистов интервью с прославленными гостями Так форвард Майами Лебран Джеймс посетовал китайским СМИ на усталость после длительного перелета При этом лестно высказался о гостеприимстве китайского народа После такого длительного перелета, конечно, нет сил и хочется спать Но тут очень гостеприимный народ, который всегда тепло встречает нас Я уже в девятый раз в Китае, каждый раз узнаю об этой стране все больше нового После публичной тренировки звезды NBA отправились в пекинский детский дом Там известные спортсмены провели мастер-класс и сыграли товарищеский матч с местными воспитанниками Еще один баскетбольный матч состоялся в США Встречались также звезды, только не спорта, а политики После того, как президент страны Барак Обама сравнил свою предвыборную кампанию с баскетбольным матчем А нынешний ее этап с решающей четвертью В интернете появился шутливый ролик Обама играет в баскетбол один на один с претендентом на президентское кресло от республиканской партии Митом Ромни По ходу матча республиканец вырвался вперед Но действующему главе государства удалось догнать соперника и сравнять счет В итоге боевая ничья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!